Вера и правдой будет служить Тебе во имя Иисуса Христа. Я разрушаю все, кости дьявола, всякое проклятие во имя Иисуса Христа. Господи, просто укрепи, Господь, каждого на этом пути, Господи. Боже, дай мудрости во имя Иисуса Христа и силы, Господи, ходить Твоими путями, Господи, Твоим Иисусом. Просвети, Господь, Тетче, сердце нашего и даруй, дух премудрости и дух откровения, дабы познавать Тебя, Господи, Бог, в каждом дне жизни нашей. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Господь, это время, Господь, Бог, мы наше сердца, они открыты, Господь, Боже, и слово Твое сеется в сердца наши. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Господь, меня вступит, грехи моего. Берю я, берю я, забрал сомнений и страх, я жизнь надежды, как берю я. Берю я, берю я, подниму я снова. Иисус живой Иисус живой Ах, Господь меня истинбил Еле я Белый я Завтрался мне не из строя Я жизнь на должных руках Белый я Белый я Смерть победил мой Спаситель Живей Всю живой Всю живой Свободу дал ты Не отдыхай В силу церкви твоего Возвращай Мой Спаситель Живей 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 Руки Свои Мой Спаситель Живей Мой Спаситель Живей Мой Спаситель Живей Мой Спаситель Живей Мой Спаситель Мой Спаситель Живей 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 Исань мой, Бог мой, Иисус, Исань мой, Бог мой, Иисус. Я прошу, Господь, чтобы каждый из нас был свободен от всякого рода суеты, от всех тех мыслей, которые мешают, отвлекают и уводят. Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы почва, Господь, сердец наших, она была благоприятной для того, чтобы то семя, то слово, которое ты сеешь в нас, Господь, оно проросло, Господи, чтобы каждый из нас принес плод для Царствия Твоего, во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Дух Святой, наполни, обнови и исцели, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Будьте благословен. Будьте благословен. Аминь. Аминь. Я просто не знаю, что в моей руке стоял, не мог бы не выйти и дать вам несколько наставлений, потому что я как не приеду сюда, я смотрю, у вас постоянно группа прославлений и все. Я помню, было все написано, я сказал, но есть какие-то нужды, за которые вы каждый день исполитесь, какие-то необходимые. Есть группа прославления. Первое. Вот как вы думаете, если вы все утром будете молиться за группу прославления, ну и будет здесь группа прославления? Да, будет. Я так не думаю, потому что молиться мы можем, потому что вера, друзья мои, она без дел, мертва. Я смотрю, вот сестры очень хорошо поют, то есть почему, знаешь, вот человек, я могу не просто молиться за группу прославления, чтобы вот приехал сюда кто-то, взял как бы и стал играть. То есть это работает так, друзья мои, поймите, когда ты говоришь, я могу петь, дайте мне микрофон, ты встаешь, берешь микрофон, другой подходит, говорит, я могу играть на синтезаторе. То есть я могу даже, ну может быть не могу, но есть желание, дайте мне какую-то информацию, как это делать и синтезатор, соответственно, давайте мы будем вместе славить Бога. Это работает именно так, друзья мои, не просто вот оно здесь написано, вы в Господе, во имя Иисуса Христа, пусть здесь будет хорошая группа прославлений, как бы, да, и вы все кого-то ждете, что кто-то приедет. Приедет. Господь говорит, что вы вот из среды себя уже здесь есть уже те люди, которые будут прославлять Бога. Поэтому, ну, я вот вижу, хороший голос, классно, видно, любишь Господа. Значит, надо брать уже микрофон. Кто-то, я знаю, умеет играть на барабанах, кто-то умеет на синтезаторе играть. Умеет же кто-то? Саша, ты как думаешь, умеет кто-то? Нет, а обычно, знаешь, когда человек проходит реабилитацию, оказывается, что человек, ну, уже, он чуть-чуть ли не это, да, профессиональный музыкант, который в группе, и часто так бывает. Друзья, возьми просто на себя ответственность. Понимаешь, если ты думаешь, на что я, как бы, знаю несколько, ну, возьми, изучи, возьми, у тебя здесь времени предостаточно. Понимаешь, тем более, если ты говоришь, что нету, подойди и скажи, Саша выделит время для того, чтобы, это очень важно, друзья, когда мы вместе славим нашего Господа. Аминь? Аминь. Аминь. Три музыканта, сам согласен. Хорошо, Сергей, мы рады, что, да, что Господь вас привел, и вы можете послужить нам, поэтому... Спасибо, Боже, Боже, слава Богу. Нам приветствую всех, братья, сестры, слава Иисусу Христу, Господу, и ни в коем другом нет спасения, нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Которым спасены, которым спасаемся, слава Богу. И действительно, присоединяясь к словам пастора, скажу, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Слава Богу, вера действительно города берет. Аминь. И действительно, потому что, ну, глаза боятся всегда, на руки делают. Да. Когда мы верим, то делаем. Вот, и если бы не вера, я бы сейчас не стоял бы здесь тоже. Да и многие из нас не находились бы сейчас здесь, в общем-то. Вот, и хочу поделиться свидетельством Словом Божьим. Благоставить вас. Сегодня семинар буду проводить. И делиться Словом Божьим в воскресенье тоже, на служении. Вот, но коль здесь я сейчас с вами, вот, привет тоже от моей семьи. Я вот так планировал, думаю, может, с кем-то из детей поеду. Не получилось, один приехал я. Вот, но, вот, слава Богу, видео есть. Поэтому мои смогут посмотреть потом уже в записи. Вот, и у меня супруга, у нас с ней шестеро детей. Милой. Пока один внук, да, слава Богу. Ждем теперь внучку уже вот скоро. Вот, слава Богу, да. И, знаете, тоже это свидетельство того, что вот Бог жив. Потому что, да, когда мы поженились, то, ну, еще до того, как мы поженились, в общем-то, приговор врачей был такой неутешительный. Вот. Мы не могли иметь детей. Чисто естественно, если так. Потому что, ну, у моей, когда еще невеста, да, сейчас у моей супруги, чисто по-женски не могло бы детей. То есть у нее, как таковой матки не было. Ну, и других органов по-женски. Аномалия такая. Редко встречается, но есть. То есть она в зачаточном состоянии была. То есть женские органы. Вот. И совершенно не развиты. То есть в таких ситуациях зачатие и развитие беременности, и тем более все невозможно. Вот. Поэтому нам врачи лишь одно могли только сказать молодым, тогда еще совсем, что вы можете, да, жениться, да, но поживете для себя, а потом какое-то время пройдет и усыновите, кого-то удочерите. Вот. Вот. И, знаете, вот мы родили шестерых. Вот. Три мальчика, три девушки. Поэтому, когда мне бывает там, а всякому верующему тоже бывает в жизни, бывает не тяжко. Вот. Надо вспоминать о чудесах Божьих, а то мне далеко ходить не надо. Я вспоминаю, что Бог сделал в нашей жизни, вот в частности, вот подарил нам шестерых детей, вот, то я уже говорю, да, точно, жив Бог. Вот. Вот. И, знаете, когда моя супруга первый раз беременела, то там была целая война была всяческая и с врачами, вот, говорили, что это невозможно, и все, и все. Значит, и слава Богу, вот, дочь наша первая, Анастасия, назвали мы ее, вот, по-русски, воскресенье, или воскресшее. Вот так вот, слава Богу. И, друзья, вот, тоже, в жизни верующих порой, да и неверующих, в жизни всякого человека порой много всякого происходит, много чудесного происходит. Просто неверующие люди обычно, ну, не знают, кого благодарить, и обычно списывают все на, вот, случайность, вот так совпало, знакомство, здоровье, что-то еще. Вот, а верующие знают, кого благодарить. Вот, знают, что это все не просто случай. Знаете ли, как там один проповедник в древности, ну, как, не в такой древности уже, в 19 веке, был такой Чарльз Спэрджин, его звали, протестантский такой, златоустый был проповедник. Он говорил так, что его величество случай, говорит, это псевдоним, его величество Господа Бога. Когда он напрямую под своим именем не работает, он работает под псевдонимом, его величество случай. А на самом деле, это все Бог. Апостол Павел говорил так, что мы им живем, движемся и существуем. Вот, поэтому, действительно, слава Богу за все, за все, за все. И благодарю Бога, даже, что сегодня я с вами, вот, что вместе мы славим Бога, благодарим Его за все. Вот, и из Слова Божьего, хочу прочесть вот из Евангелия от Иоанна, шестая глава. Она начинается очень так, красиво, ну, как и многие чудеса Господни. Он кормил людей, сверхъестественно все умножалось. А потом он сказал следующее, в шестой главе, в этой, 35-й стих, я прочту. И дальше там. Он сказал, что, значит, «Я есим хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Шестая глава, 35-й стих. Вот, и дальше. Ну, здесь не вере, к сожалению, дальше людей, но не очень хорошие стихи, но дальше хорошие ты прочту. Вот, 47-й стих, дальше. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, без таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Знаете, вот, и многие другие слова Иисус говорил, которые порой, ну, не вмещаются в наше человеческое понимание. Хотя Иисус предупреждал, Он и говорил, что те слова, которые Он доносил до людей, да, это не просто слова человеческие. Это Божьи слова. Это действительно дух и жизнь. И многие ученики даже обиделись на Него, не поверили и ушли. Там даже есть такой, дальше там, 66 стих. Некоторые проповедники в этом виде даже такое, какое-то роковое, такое совпадение, трагическое такое. Шестая глава, 66 стих, три шестерки к ряду. Вот. Я слышал уже от многих там праздных проповедников, что это, видимо, вот оно число человеческое, одно из объяснений тоже, что такое по плоти, когда пытаешься все понять чисто по-человечески, и ничего не поймешь. И вот ученики разуверились многие и ушли, и больше не ходили с Иисусом. Но даже после этого, ну, представьте, собрание пустело, многие ушли. Но Иисус сказал после того ученикам, оставшимся. Может, и вы тоже хотите уйти, говорит. И слава Богу, что апостол Петр, брат наш, он сказал такие слова, что ты имеешь глаголы вечной жизни. Может, мы много не понимаем, чего сейчас, но кому нам еще идти? Ты действительно, ты хлеб этот, сошедший с неба. Ты действительно, даже если это и непонятно сейчас нам. Прошло два тысячелетия, до сих пор много что непонятного нам. Но мы кушаем этот хлеб. Духовно. Кто-то говорит, что здесь идет речь о хлебопреломлении, причастии, вот Евхаристия, когда мы принимаем причастие, тело и крови Христа. Кто-то по-другому говорит. Но как бы ни говорили люди, знаете ли, я знаю одно, что этот хлеб, это сам Господь Иисус. Каким бы удивительным образом я его кушаю, я его принимаю в свое сердце, да, и он во мне живет, а я в нем. И я погружаюсь в него, а он погружается в меня. Совершается вот это баптизо, погружение. Я благодарю Бога за это таинство. Слава Богу. И когда он в меня погружается, а я в него погружаюсь, когда он хлеб, который во мне, то действительно я наевшись, как алкати, ну это славянское слово такое, оно не употребляется сейчас, ну то есть голодать, 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 то есть не будет человек голодать, то действительно я как наелся, как вот хлеба физического, такого тела требует, да, пищи, вот, а наша душа, дух наш требует такой духовной пищи, внутренней пищи такой. И эту пищу нам послало небо. Бог послал. Сына своего. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Действительно, это золотой стих мы говорим, так оно и есть, потому что это, ну, вся правда, правда Божья. И Христос, Он действительно хлеб, пришедший в этот мир, чтобы накормить. Вот, и, наверное, самое страшное, когда вот, ну, как, допустим, говорят, да, что если, вот, аппетит появился у человека, да, выздоравливать человек, он поправится. Ну, вот, а другой, и ему надо и есть, как бы, да, надо положено ему поесть, чтобы поправиться-то, а он не хочет есть. Никакого нет аппетита вообще, и даже никакого нет желания вообще, даже там, что-то есть. А говорят, ну, надо, как бы, заставлять себя, хотя бы, через силу надо что-то поесть, чтобы поправиться-то. Вот. И знаете, самое страшное, это страшно, когда человек вот, вот, он не хочет есть вообще ничего, да, вот, и, как бы, ему надо поесть, а он не хочет. Но еще страшнее, когда духовно вот это все наблюдается, когда многим людям в этом мире действительно нужен этот хлеб, но вот страдают люди, как правило, таким отсутствием вот этого аппетита, что ли, духовно. То есть не хотят Христа принимать. И даже предлагаешь порой, говоришь, вот, примите Христа, люди добрые, да, вот, примите, уверуйте в Иисуса, как в своего Спасителя. Вот. И когда человек, он думает, что он, ну, наелся, напился, он, как бы, он вроде все имеет, а не понимает душа человеческая, что она и голодна, и умирает с духовного этого голода, и жаждет, и засыхает, вот, и не понимает, человек, что действительно, вот оно спасение, оно ему нужно, а ему кажется, что и так все хорошо у него. Самое страшное. И тогда наступает такая духовная смерть. Вот. И блаженны те люди, которые осознали вот этот свой голод и свою жажду. И блаженны те люди, которые действительно, вот, откликнулись и принимают этот хлеб, эту воду живую, Бога живого. Господь, он сравнивается в Писании как раз вот и с водой, и с хлебом, и действительно, так оно и есть. Он, ну, все для человека. Когда Бог творил человека, многие, об этом тоже проповедники говорят, мне очень нравится такое сравнение. Ну, как в Библии, это опять-таки, говорится же, бездна бездну призывает. И в древности еще, еще даже до того, как пришел Христос, многие мудрецы, древние еврейские еще, говорили, что здесь имеется в виду не просто бездны во Вселенной, допустим, или где-то еще, а бездна, которая внутри человека, внутри естества человеческого. И бездна Божья. И вот многие проповедники очень красивые такие сравнения тоже говорят, что вот внутри человека есть эта бездна, которая может быть заполнена только бездной Бога. Ну, подобное, подобное, знаете ли, подобное ищет подобное. И человек так устроен действительно, что внутри есть эта бездна. И когда Бог творил нас, Он создал внутри нас вот это вот, ну, для себя, вот это место, бездну, действительно. Люди, не верующие, далекие от веры, от религии, традиции, чего-то еще, они пытаются заполнить чем-то своим все это. Ну, и эта бездна еще больше становится. Она просто поглощает все, и ничем нельзя заполнить ее. ни искусством, ни грехом, ничем, ничем, абсолютно. Потом, люди религиозные, пытаются заполнить ее чем-то религиозным, там, соблюдают там праздники, традиции какие-то, да, допустим, вот, постятся, там, храм ходят, свечки ставят. Но, опять-таки, это тоже, ну, на какое-то время это кажется, что вроде как бы бездна заполняется, а на самом деле еще хуже бывает. Она все проваливается, проваливается, потому что, потому что оно, ну, не соответствует тому, что внутри нас, только бездна милосердия Бога, бездна Его любви. Вот, и когда вот мы принимаем Христа как своего спасителя, Господа своего, Он заполняет нашу вот эту бездну, собою заполняет. И еще в древности, еще даже до Рождества, опять-таки, Иисуса, вот, когда мудрецов, книжников спрашивали, древних еще, покажите нам в Писании вот такой стих, который как бы был вот золотым стихом Библии, открытием для всего Писания. Вот, у нас сейчас в христианстве, да, мы считаем, вот, Евангелие от Иоанна, 3.16, вот, то, что процитировал, да, золотым стихом Библии. Вот, и на самом деле, новозаветно, это действительно, это так оно и есть. Но есть, и вот еще один такой стих интересный, в Ветхом Завете, как мы говорим, который, как раз в древности, мудрецы процитировали, тоже как золотой стих, назвали его. Вот, он в книге «Песни песней», шестая глава, там третьим стихом, есть, в переводе синодальном, там есть такой перевод, «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Вот, и простой стих такой, казалось бы, но вот в древности, мудрецы сказали так, книжники, что, да, этот стих, он открывает, как бы, всю Тору, Писание, пророков, всю Библию открывает нам. Рассказывает нам всю мудрость Божью, что, вот, действительно, вся истина в том, что, вот, наш Господь, он, наш возлюбленный, и когда человек, он действительно говорит, что я ему принадлежу без остатка, всецело, а он принадлежит мне, всецело без остатка. В этом есть, говорит, вот, все счастье для человека. Вот, в этом есть вся истина для человека. Вот, и слава Богу. И принять Христа верою, это не просто даже вот, разовое переживание такое в жизни человека. Да, это самое главное, вот, сделать этот шаг и принять его верою, это правда, но также это и истина на всю жизнь, правда для всей жизни христианской. Каждый день человек верующий, приняв Христа однажды верой в свое сердце, он принимает эту любовь божественную. И бездна, потому что это бездна на самом деле, нет начала и конца. И внутри нас это бездна. И эта бездна Божья заполняет нашу бездну. А мы ему принадлежим всецело. Мы погружаемся в него, он погружается в нас. Вот. И дай Боже всем нам действительно как людям верующим погружаться в него, пропитываться им, Богом. Вот. И благодарю Бога за все. Вот. И когда Иисус тоже, я очень люблю это местописание тоже, когда он выходил, он даже у Матфея и у Марка немного по-разному описывается эта сцена прощания. Да, как бы Иисус уходил, возносился и он сказал, что кто будет веровать и креститься, будет спасен. Вот. И чудеса и знамения у Марка там перечисляются, вот, будут сопровождать верующего человека. Вот. То есть, они будут не просто где-то проходить, а будут сопровождать его жизнь. Интересно. И там слово баптизов, которое означает именно погружение и пропитывание им. Вот. Слава Богу. Конечно, там говорится и о водном крещении, вот, но больше степени, конечно, погружение в него. Вот. Пусть Христос действительно в каждом из нас, в каждом верующем будет сюда на первом месте. Аминь. Иисус Христос мой Господь Спаситель. Аминь. Мартин Лютер, великий проповедник, реформатор, 500 лет назад он говорил, что знать и понимать, что Иисус Христос, Он Господь, Бог, Спаситель, наш, общий, для всех людей, это, говорит, не спасет тебя. А спасет что тебя? Признать и осознать, что Иисус Христос, Он Господь, Бог, Спаситель, лично мой. Не просто для всех нас, а лично мой. И поэтому я принадлежу моему возлюбленному, а возлюбленный мой принадлежит мне. Он лично мой Спаситель, лично мой Господь. И в жизни каждого верующего это чудо, ну не знаю, но у всех по-разному, это и встреча, и погружение в него происходит. Но больше всего это происходит вот здесь и здесь. Это происходит в нашем разуме, в нашем сердце, наше размышление, чтение Слова Божьего, размышление над этим словом. И это действительно вот как молитва, общение, общение, то бишь с Богом. В этом общении все для человека на самом деле. В этом общении рождается все. И это погружение наше в него, а его погружение в нас. И это очень четко осознаешь. Вот сегодня тоже послушал следительство немного опять, вот тоже пастор, как человек уходил в поля, там куда-то, вот, взывал к Богу. И Бог ответил на молитву человека. Вот. Еще в православии, в древности, говорили некоторые мудрецы, что где просто, там ангелов в соста, а где мудрено, там ни одного. И вот мне очень нравится такая присказка такая, что действительно там молитва-то она судится-то не по там красивости слов, допустим, да, не по там даже переживанию какому, это тоже хорошо, все и то, и другое, хорошо, прекрасно, не по догматике красивой, там, чтобы все было там, как бы соответствовало все канонам, правилам. Это тоже хорошо, это тоже благочестиво, правильно, но не по этому судится молитва, а судится по плодам. Вот. Сам плод этой молитвы, и вот, и наше общение с ним, оно приносит нам прекрасный плод в нашу жизнь. Вот. И благодарю Бога за все это. Вас благоставляю, братья, сестры, благоставляю всех вас. И вот, действительно, если, допустим, молитесь о чем, нужды какие. Я сам тоже, конечно, так вот, страдаю порой, тоже таким. Это, знаете ли, как у этого, в Гогуле, там, в мертвых душах, да? Вот. Интересно очень. Книга мертвых душах. Вот. У нас в школах, советских школах, ну, даже в современной школе, обычно совсем по-другому классика преподносится. Неправильно, к сожалению. А я почитал однажды, ну, давно уже, правда, письма Гоголя к друзьям. Самое интересное узнать мнение автора. Знаете ли, потому что мнение людей, искусствоведов, это одно. Мнение учителей, это хорошо, конечно, но мнение самого автора, оно самое ценное. Как, допустим, мнение Библии, да? Вот Библию изучаешь, есть мнение таких-то богословов, православных, протестантских, католических, там, ну, это все уважаемые люди, их они спорят. Вот, но мнение самого Бога о своей, о своем слове, о своей Библии, самое ценное, поэтому лучше в молитве, как в древности, опять-таки, говорили мудрецы, православные, там, католические, разные, там, много авторов. Примерно так их мысль, можно выразить, богослов не тот, кто богословствует, а тот, кто молится. И тот, кто молится, Агустин говорил еще, тот богослов. Вот, очень интересно такие цитаты. Вот, действительно, так оно и есть, поэтому, мнение автора. И вот, у Боголя, я прочитал, я ахнул вообще, я не люблю эту книгу мертвой души, вообще, как бы, то, что в школе, как нам все преподносили, мне не нравилось, честно говоря, литература. Вот, не любил читать, то, что по крайней мере задавали, я очень не любил читать. И знаете, по программе школьной оказалась очень интересная книга. Уже взрослым, я стал ее перечитывать, после писем Гоголя. А Гоголь написал так, друзья, он, как бы, разъяснял им, как бы, я так понимаю, вот, политику партии, что-то. Почему он решил написать такую книгу? Там, почему все персонажи такие, какие-то нехорошие? Он написал так, что хотел показать все пороки человечества. На примере вот этой сцены, этой истории, все примеры, все пороки человечества без Христа, душа без Христа, душа без Слова Божьего. Оно, по замыслу художника, да, его, как художника, автора, у него получалось так, он хотел впоследствии показать другой пример, именно, жизни со Христом. И он даже, друзья, написал там в одном письме, но вы, говорит, не будьте мертвыми душами, но живыми. И он пишет, что дальше, значит, Гогольц, Николай Васильевич, что душа без Христа, без Евангелия, мертва, говорит, мертвая душа. Вот так вот. И вот он там называет, ну, Плюшкина, помните даже, это жадность, ну, там, все там, Собакевич, там, хамство, наглость, ну, всякие персонажи перечисляются. И вот, самый отвратительный персонаж, как ни странно, это Манилов. Хотя он из всех этих товарищей, он наиболее, как бы, такой, с человеческим лицом, как бы, вроде такой, добродушный такой, никого не обижал вообще, наоборот, очень даже такой, вот, как говорят, вот, последнюю рубаху снимет и отдаст. Странно, а почему? А он считал, что вот такой человек, он считает себя хорошим, и ни в чем не нуждается, и он мечтатель, он живет в своих фантазиях, живет в своих мечтах, и вот такого покаять, как бы, очень трудно, почти невозможно, вот, когда человек живет в своих мечтах. Вот я тоже, пара, мечтатель такой, значит, о том, о сём, о пятом, о десятом, а действительно, вера есть осуществление ожидаемого. Тоже, учусь тому, тем более, вот, даже, и православная культура, она обычно, все-таки, вот, на молитву акцент делает. Это хорошо, но мне очень нравится, опять-таки, Маркс и Лютера выражение, которое повторял Августинова, древнее ещё, мнение. Когда я, молюсь, я молюсь так, говорит, как будто бы от Бога всё зависит вообще. Но когда я работаю, я работаю так, как будто только лишь от меня всё зависит. Мне так понравилась, тоже цитата, это, что, действительно, вот, я понял, почему Лютера Бог использовал тогда, пятьсот лет назад, вот, для того, чтобы болото тогдашнего христианства всколыхнуть, чтобы начать эту реформацию, обновление, то есть покаяние, исправление церкви. Но об этом сегодня нечеркнул, буду на семинаре говорить. Благоставляй вас словами благословения священнического, вот, во имя Христа Иисуса, из книги чисел, шестая глава, там, в конце шестой главы, в числах, в шестой главе есть благословение священников, которое Бог дал Моисею, чтобы тот передал Аарону, его сыновьям, и чтобы этим благословением, благоставлять сынов Израиля. И в самом конце шестой главы, там, как раз, это записано, и Бог сказал там дальше, и я благоставлю их, и я благоставлю их, то есть, он благоставляет нас. Вот, этими словами я хочу и благоставить вас сегодня, вот, каждого из вас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава. Аллелуя. Давайте воздадим Славу Господу. Мы можем кушать в каждом дне с самого утра, тогда, когда мы просыпаемся, мы же Слово Божие, когда мы читаем. Да, здесь есть такое благоприятное время, как личная комната, когда мы идем утром, да, и молимся, когда на протяжении дня мы есть у нас разбор слова, когда мы читаем, я уверяю тебя, что не всегда так будет. Не всегда. Сейчас такое время благоприятное для каждого из вас, когда ты идешь и делаешь, знаешь, но пройдет время, и тебе уже придется заставлять себя это делать. У тебя не всегда будет время, у тебя будет семья, у тебя будут дети, они будут маленькие, бегать, тебе будет не хватать время и личного пространства, чтобы где-то уединиться и помолиться Господу, чтобы уединиться и почитать Священное Писание. Поэтому сейчас, друзья, самое благоприятное время. Аминь. Будьте благословены, хорошего дня вам, с миром Божьим. Аминь. 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 Алилуйя. Аминь. Аминь. Продолжение следует...